Приветствую вас, мои дорогие любители вкусного и интересного! Середина июня и начинается долгожданный чемпионат Европы по футболу. И мы начинаем серию публикации закусок под футбол. Сегодня на канале Джерки. Это вкусно и это классно. Джерки, они же мясные чипсы. Прекрасная закуска как под пенную, так и под квас, или просто для перекуса. И предупреждаю вас сразу, готовить надо сразу и много, чтобы хватило на просмотр всего чемпионата Европы. Начинаем! И сегодня я покажу по просьбам трудящихся, пишущих заявки в нашу телепередачу, самый простой, но самый вкусный, с моей точки зрения, вариант мясных чипсов Джерок. Я беру свиную вырезку. Как по мне, этот отруб подходит, ну просто идеально под данную закуску. Да, он, конечно, не самый дешевый, но получается из него гарантированно стабильный, классный результат. Первым делом убираю все лишние пленки. Пленки здесь категорически недопустимы, поэтому нужно чуть-чуть поработать ножом. Вот они, пленочки идут по поверхности, и всегда лучше чистить их от хвоста, это тонкая часть, к голове. Часто мясники не разделывают, не убирают, здесь такая как бы крупная мышца в конце бывает. Свиная вырезка, ну как и говяжья вырезка, в принципе, это самый нежный, самый мягкий отруб. Эта мышца практически никогда не работает у животного, поэтому она такая нежная, чудесная и замечательная. Если где-то остается вот здесь жировые кусочки, жировые пленочки, мясники ваши не разделали, не убрали их, то тоже все убираем, зачищаем. Любая пленка или любой жирок в будущих наших мясных джерках только ухудшат их вкус и органолептику. Что я делаю дальше? На примере одной вырезки покажу. Просто разрезаю ее на две части пополам. Ну если это большая, хорошая, крупная вырезка, то можно разрезать и на три части. И вдоль волокон, именно вдоль волокон, если делаем джерки из карбоната, то там режем поперек. Здесь же я нарезаю вот на такие вот слайсы, где-то толщиной около 4 миллиметров. Вырезка нежная, вырезка мягкая. И при такой нарезке можно будет распускать на волокна вдоль, она будет хорошо, чудесно сживаться. Выглядит при этом отлично, длинненькие, крупненькие кусочки, потому что сама по себе вырезка свиная, она небольшая. И если ее распускать на кусочки поперек, ну вот давайте покажу вам один кусочек поперек. Ну во-первых, какие-то непонятные мелкие кусочки получаются. Они не столь красивые. При усушке их будет немного вести. Волокон здесь не очень плотный, может начать распадаться вдоль волокон. Вот, если будете делать тот же самый рецепт из карбоната, то не проблема, карбонат нарезаем поперек волокон. Там уже других вариантов и быть не может. Вырезку же распускаем вдоль волокон. Вырезку распустил я на длинные полоски, вот такие вот, которые будут удобны и приятны есть. И делать я буду два варианта базовых, простых, самых элементарных. Первый вариант для тех, кто не пьет пиво, а любит есть джерки, мясные чипсы на перекус, либо с квасом. Что я здесь взял из специй? Все раскладки обоих вариантов будут непременно в первом комментарии, в описании ролика. Из жидкости я беру соевый соус и добавляю сюда перец черный, чеснок и копченую паприку. И немножечко ароматных трав, чтобы приукрасить вкус, чтобы он был более ярким и более нарядным. Казалось бы, мы будем сушить мясо, а зачем здесь жидкость в виде соевого соуса? Либо можно добавить, например, вина или даже взять хотя бы просто воду. Жидкость нужна для того, чтобы хорошо распределить все специи и соль по поверхности тонких пластинок джерок. Теперь вот видите, я беру и просто равномерно перемешиваю, слежу за тем, чтобы каждый-каждый кусочек был покрыт у нас солью, пряностями и соевым соусом. Соевый соус, так же как и паприка, здесь немножко копченой паприки еще, который придаст такой вот легкий копчененький аромат и улучшит цвет. При сушке джерки станут из свиной вырезки, хотя она не очень яркая, они станут реально похожи на говядину. То есть многие люди, кто не знает, из чего сделаны, часто говорят, о, какие классные типа говяжьи у тебя джерки. Потому что они видят яркий цвет, насыщенный. А это всего лишь паприка и соевый соус, которые хорошенько подкрасили джерки. Все, джерки промассировал. Смотрите, вливал я жидкость из расчета 50 миллилитров на килограмм мяса. И ни капельки жидкости не осталось. Она вся впиталась, распределилась по поверхности джерок вместе со специями. Сейчас я укрою, делаю все пленкой и отправлю в холодильник на ночь на 12 часов. Беру основную партию, потому что любителей пива и любителей более интересных пикантных вкусов у меня, конечно, гораздо больше. Для них мы будем делать базовый вариант на основе соевый соус, соль, паприка, мед. Также здесь у меня будет чеснок, имбирь. И еще у меня, друзья, здесь есть чуть-чуть острого красного перца. Можно добавить, конечно, и шрирачи было бы сюда для более такого яркого, более острого вкуса. Но эта штука уже на любителя. В описании ролика даны все раскладки. Вы попробуйте, не делайте никогда новые рецепты очень помногу. А то мне вот по ролику джерки из говядины один товарищ пишет, Я сделал 10 килограмм джерок. 10 килограмм, это то есть 20 килограмм говядины он угнал за один раз. И вот они слишком пряные, у них слишком яркий вкус. Ой, мне не понравилось. Ну, ребят, вы сделаете 1 килограмм. Посмотрите, если вам кажется, например, пресно, остроты не хватает. Раскладка у вас базовая есть. Увеличьте, допустим, имбирь и острый красный перец. По там 1 или 2 грамма на килограмм. Сделайте еще килограмм. Вот, по остроте нормально. Нам, допустим, хотелось бы еще вкус какой-то принести. Добавьте какую-то свою любимую пряность. Можно там делать в маринад, добавлять вместо пряностей аджику. Вот хорошую сухую аджику, которую делают на Кавказе. Вот не помидорная томатная паста с пряностями, а именно перетертый перец со специями. Вот такую аджику можно добавить. То есть, ребята, если у вас есть технология, вы знаете, как порезать мясо, какое мясо взять. Еще важный момент. Мясо желательно резать под мороженое. Тогда будет гораздо легче и гораздо проще нарезать тонкие слайсы. Вы знаете температурные режимы. Вы попробовали. У вас получилось по упругости, усушки, все отлично. Подобрать специи на свой вкус – это 2-3 эксперимента. Это вообще самое-самое простое. Поэтому я вам дам, друзья мои, чисто базовый вариант. Без лишних заморочек. А на свой вкус вы всегда подкорректируете. Также укрываю пленкой, отправляю в холодильник. Ну, в среднем на 12 часов. То есть, кусочки тонкие. Мы их еще при перемешивании хорошенько промассировали. Где-то осталось чуть-чуть у нас пряностей. Все их отправляем сюда. И завтра утром будем отправлять их в дегидратор. Важный момент. Я, во-первых, использую нитритную соль, потому что в дальнейшем храню джерки в вакууме достаточно длительное время. Это первое. Второе. По температурным режимам. Я первый час ставлю 72-73 градуса на сушилке. Один час выдерживаю при этой температуре. Потом уменьшаю градусов до 60. И готовлю, как говорят кулинары, до готовности. Степень готовности здесь уже нужно определять индивидуально. По какой причине. Кто-то любит усушенные джерки. Вообще в дрова, как говорят. Чтобы они были сухими-сухими и просто ломались. Я же люблю, чтобы джерки оставались немного упругими. Чтобы они хорошо гнулись, как ивовый пруток. Но при этом были не влажные. При этом усушка у меня получается в районе 60%. То есть выход около 40% готового продукта. С учетом того, что мясо у меня не качанное, гарантированно. То есть если мясо скачанное из магазина, то выход продукта будет еще меньше. Ночь прошла, настало утро. И пора выкладывать просолившиеся джерки в сушилку. Укладываю я их равномерно, по всей поверхности. Без перехлестов один на один. Если у вас, друзья мои, нет дегидратора сушилки. Ну, во-первых, могу посоветовать вам все-таки обзавестись. Столь полезной в хозяйстве штукой. Потому что можно делать не только мясные джерки. Но и пастилу, вялить сливу, вялить томаты. И много еще чего разного интересного. Те же цукаты делать. Так что эта вещь будет незаменима в хозяйстве. Ну, а если пока у вас нет дегидратора сушилки. То мой вам совет, и вы хотите сделать все-таки джерки. Воспользуйтесь духовкой. Здесь подойдет вполне себе электродуховка с конвекцией. Как вывешивать, как сушить джерки в духовке. Я уже в предыдущих роликах показывал. И постараюсь и в этот ролик не забыть сделать вставочку. Как удобно вывесить и расположить джерки в духовке. Второй способ. Если у вас нет дегидратора, но вам очень хочется попробовать сделать такие прекрасные чудесные джерки. А у вас должна быть тогда хотя бы электрическая духовка с конвекцией. И вот что вы делаете, друзья мои. Берете шпажки и вот таким вот образом нанизываете будущие джерки, мясные слайсы на эти шпажки. То есть, как вам там удобнее. Смотрите, главное что, чтобы должно у вас получиться. Вы подбираете расстояние между будущими джерками таким образом, чтобы в решетку они между решетки проскальзывали. Вот таким вот образом будут свисать. Таким образом вы можете заполнить всю решетку, повесить достаточно много джерок, сушиться. Потому что если выложить просто в один слой, ну здесь войдет там полкилограмма сырого мяса, получите в итоге 200-250 грамм готовых джерок. Это слишком мало, вы скажете, потому что, ну, заниматься приходится много ими, сушить долго, а готового продукта будет мало. Поэтому вот таким образом вывешиваете. Здесь до двух килограмм мяса может уместиться. Если у вас две решетки, вообще отлично и замечательно. А при этом не забывайте, что в духовке лучше всего держать чуть-чуть при открытом дверку, так как нужно пространство, нужно место, где будет из джерок выходить влага. Иначе духовка, если она полностью закрыта, герметично, в рабочем своем обычном состоянии, то влаги выходить некуда будет, и у вас будет идти практически варка, а не сушка. То есть в данном этапе нам нужно максимально обезводить кусочки мяса, чтобы получить вкусные, чудесные, замечательные джерки. Джерки выложены в сушилку. Еще раз напомню, друзья мои, сушить я буду первый час при 72 градусах, в дальнейшем опущу температуру градусов до 60 и буду сушить до готовности. Время сушки очень сильно зависит от влажности в помещении, от влажности самих джерок, от того маринада, который вы использовали, от вашей сушилки, от ее мощности. В среднем время сушки занимает 5-6 часов. На один этаж сушилки у меня умещается, вот при таком неплотном размещении, 350-400 грамм мяса. Как проверить готовность джерок? Здесь уже во многом только опытным путем, но подходите после 4 часов сушки и начинаете пробовать. Если джерки уже стали достаточно упругими, как вот я говорю, как ивовый пруток, хорошо гнутся, но при этом уже очень упругие, и вы не ощущаете в них сырости, влажности. Можете даже разорвать и посмотреть, насколько хорошо они просушились. Но не забывайте, что после остывания джерки станут существенно более плотными и более сухими, нежели чем в горячем виде в момент сушки. Вот и наши футбольные джерки. Идеальная закуска под пеной или под квас готовы. Упаковываю я их в вакуум, хранятся они в холодильнике просто отлично. И к любому матчу достал пачку, открыл и радуемся жизни. Смотрите, по структуре они получаются достаточно гибкие у меня, не ломаются. Видите, вот как ивовый пруток. При этом уже они полностью просушены, готовые, чудесные и замечательные. Легкая остринка, такое вот желание запить сразу возникает. То есть основной смысл как бы вот при раскладках базовых, это идеальная именно аккомпанемент к пиву. То есть когда хочется запивать, это не какие-то там стауты, портеры, навороченное крафтовое пиво. Нет, это вот берете хороший лагерочек, ровненький, чудесный, который можно выпить несколько кружечек за вечер. И вот с такими джерками это будет просто отлично и великолепно. Ну а если вкус вам захочется подкорректировать, я конечно же вам рассказывал, как сделать идеальный вкус для себя. Надеюсь ролик был интересным, полезным и вкусным. До новых встреч, друзья. Пока, скоро увидимся. А пока отправляемся смотреть футбол.